Ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной. Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим прекращения огня. Вашингтон и Брюссель разрабатывают план оказания финансовой помощи Украине. Мобильная цифровая подпись Азербайджана будет презентована в Европарламенте. Из-за непогоды в Соединенных Штатах отменены тысячи рейсов. На линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск за сутки в 66 раз был нарушен режим прекращения огня, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана. С 21 января по настоящее время он был нарушен более 2000 раз. Больше всего фактов нарушения наблюдается в направлении Физули, Агдама, Тертера, Герамбоя, Ходжавенда и Джабраила. Обострением ситуации на линии фронта обеспокоены и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые совершают очередной визит в регион Нагорно-Карабахского конфликта. Встреча может быть и нужна для того, чтобы вот эту дополнительную напряженность, которая возникла, снизить, может быть. Но эта встреча, в принципе, подверстывается под события, то есть открытие Сочинской Олимпиады, и как будто там должен быть и азербайджанский президент, и армянский президент, и собираются организовать эту встречу. Но, тем не менее, я каких-то больших ожиданий от этой встречи не имею, потому что, несмотря на то, что министры встречались и продуктивно обсуждали вопросы, мне представляется маловероятным, чтобы можно было бы в рамках сочинской встречи очень серьезно продвинуть переговоры, вплоть до принятия каких-то решений. После визита в Баку, сопредседатели посетят также Армению. Нигер Алиева, CBC. Соединенные Штаты Америки ведут консультации с Европейским Союзом о предоставлении финансовой и экономической помощи Украине, но никаких решений на этот счет пока не принято. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки, комментируя высказывание Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, которая во вторник пребывает с очередным визитом в Украину. Как она ранее заявила в интервью Wall Street Journal, Вашингтон и Брюссель разрабатывают план оказания помощи Украине, чтобы исправить положение в республике. В то же время Германия грозит санкциями Украине, если власти и оппозиция не найдут политического решения выхода из кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Нужно быть готовым к такому шагу, если ситуация в Украине не улучшится, а в переговорах между правительством и оппозицией не наметится прогресс. Украина – это тот случай, когда мы должны действовать, чтобы помочь сторонам найти политическое решение и не допустить большего применения насилия. «Мы этим занимаемся, я этим занимаюсь. Надеюсь, что в конечном итоге все завершится успешно». Между тем, в самой Украине десятки женщин вышли к российскому посольству с просьбой не посылать в страну патроны и не убивать их детей. Лозунг так называемых «матерей Майдана» стал ответом на неосторожные высказывания российских политиков. Первое подобное заявление сделал Жириновский, сказав, что вместо денег он бы дал Украине патроны, которыми бы убили наших детей. Вторым был советник президента Глазьев, который призвал Януковича подавить бунт. Но это не бунт, а борьба свободных людей за свои права и за независимость их страны. «За свои права за незалежную державу». «Чужих детей не бывает финальную власть». «Путин, не поддерживай криминальную власть!» На Евромайдане активисты установили на постаменте, откуда был сброшен памятник Ленину, золотой унитаз. Участники акции сообщили, что их скульптура символизирует преступный режим, неоправданную роскошь и коррупцию. «Мы хотим сказать депутатам парламента «хватит». Хватит работать на благо одного человека и его золотых унитазов. Пора начать работать на благо страны и ее будущего. Пора остановить сценарий, который ведет к эскалации и потенциальной гражданской войне». Обладание золотым унитазом давно приписывают Виктору Януковичу и его оппоненты. Еще в 2011 году в нескольких украинских изданиях появилась информация о роскошном санузле, который якобы был построен в загородной резиденции президента. Пресс-секретарь Януковича эту информацию опровергла. Однако его противники с тех пор регулярно проводят акции, в которых фигурирует золотой унитаз. Василий Попов, Себесель. Жители Отрадного приходят в себя после освобождения заложников в школе номер 263. Один из старшеклассников, угрожая винтовкой, прорвался в школу и убил двоих человек – полицейского и учителя. Подростка задержали. Власти обещают, что его подвергнут к психиатрической экспертизе. По словам министра образования Дмитрия Ливанова, захватчик десятиклассник Сергей Гордеев был примерным учеником. Я с культуром говорил с такой мальчиком, его классный руководитель, другим преподавателем Дмитрия Ливанова. Родители, учителя и ученики никак не могут понять, что заставило 15-летнего подростка взять в руки винтовку. По предварительным данным, у него был конфликт с учителем географии, которого он убил прямо в классе. Возбуждено дело по статьям убийства, покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов и захват заложников. Поскольку фигурант дела несовершеннолетний, ему грозит до 10 лет колонии. Мобильная цифровая подпись «Асан Имза» Азербайджана будет продемонстрирована в Европейском парламенте в Брюсселе. В презентации «Асан Имза», которая состоится 19 февраля, примут участие представители Европарламента, бизнес-структура, а также делегация Министерства налогов Азербайджана. Специалисты продемонстрируют работу программного обеспечения для осуществления операций с использованием цифровой подписи. «Асан Имза» полностью соответствует директивам Европейского союза ЕС, что облегчит ее признание европейскими странами. Отметим, применение мобильной и электронной подписи в Азербайджане началось в мае 2013 года. Посольство Азербайджана в Канаде при содействии Ассоциации партнерства Канада-Азербайджан организовало в городе Торонто церемонию в память о жертвах Ходжалинского геноцида, учененного армянами 22 года тому назад. В мероприятии приняли участие азербайджанские студенты, учащиеся в университетах Торонто и Ватерлоу, а также представители азербайджанской общины в Канаде. На установленной в одном из центральных парков Торонто мемориальной плите выкровированы слова в память о Ходжалинской трагедии. В своем выступлении посол Азербайджана в Канаде Фарид Шафиев отметил, что установка этой мемориальной плиты является важным событием с точки зрения распространения ходжалинских реалий в Канаде. Затем в отеле Уэстен состоялась церемония поминования жертв Ходжалинского геноцида Сурая Гулиева, Сибиси. Американские компании отменили более 1200 авиарейсов из-за обрушившейся на северо-восток США сильной снежной бури. Нарушена работа ряда крупных аэропортов, в том числе воздушных гаваней Нью-Йорка и Филадельфии. Непогода создала неудобства тысячам людей, прилетевшим со всей страны на проходивший в пригрытии Нью-Йорка финальный матч чемпионата по американскому футболу. Из-за отмены авиарейсов многие из них не могут улететь домой и вынуждены ждать улучшения метеоусловий. В настоящее время температура воздуха в Нью-Йорке составляет около нуля градусов. Идет мокрый снег. Власти просят людей соблюдать осторожность и по возможности воздерживаться от поезда к наличным автотранспорте. Метеорологи предупредили, что за время снежной бури в крупнейшем американском мегаполисе выпадет более 20 сантиметров снега. По прогнозам, восточное побережье США от Вашингтона до Бостона будет находиться во власти холодного циклона до конца недели. В зоопарке в центральной части Польши родились три редких белоснежных львенка. Смотрители гордятся этим событием, но при этом очень волнуются за судьбу малышей. Известно, что львицу в половине случаев отказываются принимать потомство, выхаживать и кормить его. Владелец частного зоопарка объясняет, почему эти львята на самом деле не альбиносы, как можно подумать. Это особый вид белого льва. Таких во всем мире около 90, может быть 100 особей. Поэтому это такая редкость. И, следовательно, очень важно, чтобы мать признала их и кормила. Пока что львица относится к котятам очень бережно. По словам Пабича, она перетаскивает их с места на место не в пасте, как это принято у львов, тигров и самых обычных кошек. Если кого-то из детенышей надо подвинуть, она аккуратно толкает его носом. Пока что работники зоопарка не могут подобраться поближе. До сих пор не знают даже, какого пола малыши. Они, несомненно, стал от одной из главных достопримечательностей. В природе белых львов совсем не осталось. В этом зоопарке также можно увидеть белых волков и тигров. Редактор субтитров А.Семкин